Антон Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Валерьевич. Накопились взаимные вопросы. Кто первый начинает? Да, есть у вас несколько вопросов, по поводу которого я сейчас постепенно расскажу. В общем, нашел в Новокузнецке, уж не помню, сейчас пытаюсь вспомнить историю, как я нашел это дерево. Есть несколько даже публикаций в газетах про это дерево, что оно какое-то необычное. Она даже является символом района, одного из районов города. Смысл в том, что это достаточно взрослое дерево. Фотографию вы сейчас видите, да, показываете? Да, фотографию. Ой, сейчас, погодите, она у меня исчезла на секунду. А, вот она. Я сейчас вам пришлю еще несколько фотографий этого дерева. Одна фотография сделана во время цветения в прошлом году. Вот, и несколько фотографий сделал я вот в течение этой недели. И что меня привлекло, это то, что все местные жители ее называют сакурой, представляете? Вот. Почему? Ну, потому что она цветет, но плоды не дает. Меня это заинтересовало. Поехал посмотреть. Вот. А думал, что если это действительно сакура, неужели она у нас здесь зимует? И это вообще уникум такой, может быть, возможность ее размножить и так далее, чтобы она украсила там окрестности сада моего. Просто, понимаете, начал веточки присматриваться к веточкам и заподозрил, что это совершенно не сакура, знаете, а абрикос. Так, так, так. Ой, Антон, надо фотографии... Знаете, когда? Сейчас веточку, сейчас веточку пришлю, фото веточек сейчас вот я нарезал. А дело в том, что это... Мне сейчас не так, я считаю, нужным. Фактически, мы сейчас по цветам установить не можем. Они очень похожи, так. И то, и то, косточковая культура. А мы можем вернуться... Полюбовались мы на эту фотографию, так. Остается открытым вопрос, сакура или абрикос. Когда листья будут, тогда, допустим, вернемся к разговору через два месяца. Фотографию сейчас еще пришлю. Думаю, теперь сможем установить. Сакура, что это такое? Это, значит, вишня на палочке. То есть цветочек выдвигается букетом, из почки, и в нем цветочек, он на палочке, на этой самой... Ну, как вишня, как черешня. Ну, да, как вишня. А вот абрикос, ну, как бы, абрикос, вы отличите от сакуры, любой человек, который с абрикосом имел дело. Давайте, давайте посмотрим. Он его идентифицирует. Вот. Сейчас найду, где цветение ближе. Изображено. Тут нужен крупный план буквально в упор. Да, сейчас будет. Сейчас будет. Веточки, видите, сейчас я вам веточки скину. А, скинули уже? Веточку, да. Так, смотрим по веточке. По веточке это абрикос. Самый настоящий. На 90% мы его установили. Так. Теперь давайте еще фотографии. Вот эту посмотрим. Так. Что это? Сейчас вот еще цветы прислала. Вот. Посмотрели нижнюю часть. Когда вы перестанете били деревья? Уже несколько районов страны отказались от этой дури. Но дураков все еще больше. Но тут самая главная проблема в другом, Валерий Константинович. Видите? Местные жители туда привезли. Она не цвела. Это дерево не цвело. Эти жители местные привезли прицеп говна туда. И высыпали прямо по основанию корневой шейки. И после этого она зацвела. Вот видите? Вот там пнями обставлено это основание штамба. И там вот этот холмик искусственный, который насыпан не ниже корневой шейки, а на нее. То есть, соответственно, дерево подопревает похоже. И вот это стало сигналом к тому, чтобы оно зацвело несколько лет назад. Ну, продолжило свою историю это цветение. Слушайте, я говорю с садоводом номер два в нашей компании. Ведь вас слышать в моих ушах как музыка. Честно. Продолжайте. Ну что, теперь интересно, что это за абрикос. Оказывается, 50 лет назад, в каком-то 60-каком-то году, один из металлург, так скажем, район такой металлургический у нас в Новокузнецке, привез из Средней Азии туда три абрикоса. Вот единственная из них выжила. И, соответственно, у меня вопрос к вам, как бывалому человеку в абрикосоводстве, насколько ценна эта культура с точки зрения ее разведения дальнейшего у нас в садах. И второй момент. Ну, как бы у меня возникла идея такого, знаете, такого ботанического хулиганства. Точнее, не только у меня, но и у нас с другом своим. Привить туда, вовнутрь, в крону, значит, какие-нибудь сорта, чтобы опылитель появился. Ну, в Манчжурске, наверное, абрикос самое простое. Чтобы местные жители удивились, что это не сакура никакая, а абрикос. Так что, если это все заплодоносит, вот это вот огромное дерево там обсыпется абрикосами, у людей возникнет такой интерес ботанический. Как так сакура вдруг стала абрикосом? Так, ну, мы уже с вами установили, благодаря вот этому снимку, и мы еще не изучили вот этот снимок. Вы, правда, не видите, то, что я вижу. Итак, цветение. Это цветы абрикоса. А то вы начали одно дерево, я и то ошалел. А вдруг, вы знаете, история сакуры в Сибири. Сплошной обман. Эту луизианию и розовую вигеллу, а они же, цветы-то не отличишь от сакура. Но это кустарники. И луизианию кустарник, и вигеллу кустарник. Ничего, крупный план, море цветов, покупайте саженцы, сакура японская. Сколько народу клюнуло? А я говорю, сакура японская, замерзла бы у Сибири, сто процентов. Вот. Теперь про вашу идею. И так вы хотите перепривить. Атон Алис, поздновато. Дерево в таком возрасте находится, что если дать ему возможность, вот сейчас я возьму, приближу, да, дать ему возможность перепривить, одна, две, десять перепривовок, вам придется ради этих прививок, если они приживутся, уничтожить 95% кроны. Иначе прививки расти. Я просто опылителя хочу туда подселить. Да не будет ничего, пока вы скелетные ветки, большинство, не отпилите, они не будут расти, развиваться. Сильно, сильно взрослое дерево, чуть не сказал старое. Это да. Вот. Другое дело, что сделать площадку здесь, из этих, подсадить к нему еще. Ну, кто это сделает? Этих самых, допустим, с таких же деревьев. Это вырос, считайте, случайно. Вот как получилось под Москвой. Я же рассказывал в одном из фильмов. Прислали фотографии. Посадили персик и несколько абрикосов саженцев. Абрикосовый саженцы корова языком слезнула. Догадайся, почему. Ну, потому что узнали. Абрикосы, саженцы посадили на улице. А персик не узнали. И он растет в двух метрах. Дорога, машины ездят в двух метрах. А он плодоносит персик. Сенсация, мировая, фактически. На улице персик. Подмосковье. И то только потому, что его не узнали. А вот если бы здесь каким-то образом бы огородить, посадить и написать, охраняется этим самым ЮНЕСКО или этим самым Академия наук, вырастить бы площадку. Я мечтаю, что бы они в каждом городе были. Не один вот это. Случайно, как вы говорите, из дерьма. А чтобы и было тысячи. Ведь это же городская черта. Почему им не жить-то? Я же был в Челябинске. Мы ездим по городу на девятке. Я им тогда помогал найти эту хорошую пленку для обводки саженцев. Они почему-то полиэтиленом пользовались. И что вы думаете? Я туда приехал было минус 36. Так. Неплохо, да, для Челябинска. Сибирь. Круто. Поехали по городу 30, 32, 34. А за городом 38. Вот так вот. Получается, городская черта это своего рода оазис. Чуть и не субтропики. Можно вырастить абрикосы. Ну, как это сделать, чтобы этой дурью не маяли? Знаете, что такое дурь? Это я даже многие слушают, поэтому я уже так широко беру. Надо 27 миллионов саженцев по России посадить. Садят. Большинство погибают. Понятия не имеют, как. Садят все, что ничего... А почему не абрикосы? Вот же, вот же, вот же, красавица. Я еще раз показываю на экране. Ведь это же... Я же растерялся сразу-то. Думаю, сейчас будем отличать, сакура или абрикос. Хорошо бы тут же фотографии прислали. Да, абрикос. Но, скорее всего, знаете, абрикосы на Дальнем Востоке, в низких городах, их даже сотни на улицах. Цветут невероятно. И плодоносят. Только плоды никто не собирает. И у нас так же возле... Это... Прямо возле... Как раньше назывался... Горисполком, да? Как сейчас? Администрация. Буквально метров ста растет несколько абрикосов плодоносят. Никто даже не нагибается за ними. Они несъедобные абсолютно. Скорее всего, этот такой же. А у нас в спальных районах можно было выращивать съедобное. Ну вот, я высказался. Антон Валерьевич, можно теперь я пару вопросов? Меня достают вместо вас. Можно задавать. сейчас какую-то еще фотографию. Сейчас еще, еще, еще. Сейчас, наверное, у меня вопросы по... Ага. Итак, значит, наверное, наверное, вот это ножи разные, которые пользуются тут вашего, нету, сейчас я найду. Ну, или вопрос сразу, может, не стоит искать. Почему вы перестали продавать ножи? Дело в том, что люди покупают двустороннюю заточку, а они только годятся бутерброды делать. И то тупые. Даже для бутерброда. Ну, я, во-первых, на шею продавал тогда, когда с ними действительно была проблема, в плане того, чтобы просто хорошую... Когда ты знаешь, что такое хороший нож, была проблема его найти, да? Тогда приходилось заказывать из Швейцарии, чтобы привозились, импортировали, и кто вот представлял эти компании, Фелка, вот эта, потом компания Дуи Боуи, итальянская, они завозили в малом количестве, приходилось просто к ним присоединяться и покупать какое-то большое количество. А сейчас мне кажется, нужно людям разобраться, что такое хороший нож, а уже просто купить его не вижу больших проблем. Ага, ну-ка, ну-ка, как это не видите, когда люди покупают, пишут, пришлите привычный нож, не кулировочный, привычный, а он двухсторонней заточкой. Они не знают какой-то нож, то есть нужно именно обучать, какой нож должен быть, а тогда они смогут выбрать. А сам продавать смысла не вижу его, потому что конкуренция высокая, можно это все купить. Ай, если бы вы знали, какие... Давайте так, вот, потом увидите фильм, да, на этом фильме я сейчас на экране выставил, знаете, какой этот самый, какой нож? вот он, фирма Зелинген, так? Я бы вас попросил проконсультировать нас всех, но уже где-то посмотреть на этот нож, как-то выйти на эту фирму, но действительно проблема, ведь люди опять будут тупыми ножами привыкли делать. Если вы хотите мое мнение, да, я просто знаю, Зелинген это фирма, которая производит металл для ножей, это не сам нож, то есть есть компания, допустим, я вот, есть, я хожу тут на один завод, на производство, где делал прививочную ленту, там на всех резаках, на больших ножах, на гильотинных ножах, тоже написано Зелинген, то есть это компания, которая занимается именно полотнами. Нет, 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 прямо на ноже выбито, германии, соль, 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 не на ножи, она выбито, на ножи, ну хорошо, ладно, пусть так, и все-таки, я бы пришлю вам эту, соль, это производитель металла, для ножей, понятно, что людям делать, они что, в Германии будут заказывать, сейчас времена такие. Нет, а вот этот нож конкретно ваш, это не германского производства, это нож американского производства, он делает из немецкой стали, я нашел производителя этих ножей, он у нас производитель называется Барнелл, стоимость такого ножа примерно 100 долларов, вы считаете, какова, 8000 рублей, зачем пересылка, пересылка, да, плюс пересылка, плюс всякие таможенные дела, это, соответственно, уже получается там 1010 в нашем, уже у нас будет, вот, это при оптовых еще цена, вот, поэтому таких ножей, которые, как у вас, вот вам когда-то вам повезло раздобыть такой нож, вы, наверное, будете один из немногих обладателей подобных ножей среди садоводов, вот, но дешевле пользоваться ножами швейцарского производства, итальянского производства, их можно в районе там 2-3 тысяч рублей по текущим деньгам покупать вот на зоне, на Лайлберисе можно заказать такой нож если не обманут, если не пришлют с двусторонней заточкой, ну, есть, есть ножи с двусторонней заточкой, есть односторонней заточкой, надо просто разобраться на, по модельному ряду какой нож, односторонней, который с двухсторонней, вот я могу сказать, что в модельном ряду файлка, файлка Викторианок, с которой ножи, 3.90, 20, 3.90, 20, вот такой нож, это нож с односторонней заточкой, так, так, Антон Валерьевич, все, давайте так, люди нас услышат, дальше и головная боль, 2.90, ну и второй момент, я сейчас пытаюсь найти, вот, дело в том, что лакмастику тоже перестали высылать, нет, лакмастику сейчас, сайт работает, лакмастика продается, но сейчас отправляю ее не я, а сам, в Александрич Далматов, то есть все заявки к нему туда попадают, и он сам делает отправки, ну и ладно, то есть подтвердили то же самое, я думал, вдруг у вас запасы, нет, запасов нет, все, он из производства, свеженькое, все отправляет, все, все, больше у меня вопросов нету, вот, и так мы установили, что это абрикос, скорее всего, вариант манчжурского абрикоса, вот, скорее всего, когда он заплодоносит, он будет, несъедобный, а вдруг чудо, Валерий Концентр, завезли из Средней Азии, кто-то ездил в отпуск, туда, в Таджикистан, или в Узбекистан, и точное происхождение неизвестно, почему я вам и задаю вопрос, если это Среднеазиатский абрикос, такой огромный, и выросший, у нас на Кузнецке, прижившийся, там было три дерева посажены, изначально, вот один вырос, какова его ценность, с точки зрения, вообще, как сорта, как вот этого феномена, стоит ли его переносить к себе в сад, к этим абрикосам, которые у нас уже, ваши растут, у меня в саду, другие какие-то абрикосы, сибирского, уже адаптированного, сибири, стоит ли эти крови подмешивать туда, меня вот этот вопрос беспокоит, тут и да и нет, почему, с одной стороны, лучше бы не подмешивать кровь, потому что у меня за несколько поколений, уже все устаканилось, по двое и привое, так, результаты, сами знаете, какие, теперь приходит со стороны чужая кровь, с ней работы, ну, конечно, не 30-40 лет, как у науки, но, учитывая, что можно переплевать каждый год, каждое новое поколение, ну, хотя бы 6-8 лет, все-таки придется, а это, по плечу, есть еще вариант, посадить культурный сад, его, да, там вот, у него будет польза, как от дворняги, в этом, среди, породистых сук, вот такая же польза, я уже образно говорю, вот, так, может быть, такая польза, но ему надо еще его вырастить, надо там, этот, там, один есть один, укореняться, не укореняется, плодов не дает, плодов не дает, как дворняга, так, дело в том, что тут варианта два, смотрите, в принципе, будем пока теория, или ты замерзаешься, это культурный, или в тебе просыпаются дикие качества, они есть в Средней Азии, там они в горах растут, вот, и просыпается качество дикаря, и тогда он прекрасно себя чувствует, скорее всего, это дворняга, ну, извините за термин, но мы среди нормальных людей общаемся, вот, нас никто не станет смеяться над нами, ну, мы метафору используем, мы же не обзывательством занимаемся, мы метафора, это с вами дело иметь, ваше слово во мне вызывают желание, как бы, руки зачесались, произвести, какой некий вызов, знаете, то есть, чтобы попроверить, это все надо, проверить можно, но несколько лет уйдет, но вы представляете, сейчас уже культурные черенки в него внедрить, они не будут разбираться, пока не уберете несколько скелетных веток, просто не будут и все, там нет ростовых веток, понимаете, берете, отрезаете, допустим, две трети, ну, у вас тогда еще и, это, загребут в ментовку, две трети отрезаете, и дерево выбрасывает вертикальные ветки, и с ними надо работать, ну, табличку повесим на дерево, дерево находится на эксперименте, такой большой, чтобы вас не арестовали, вот, лучше озаботиться, друзей завести где-нибудь в мэрии, чтобы там, в мэрии вашей, есть обязательно, или отдел по озеленению, или хотя бы специалист по озеленению, вот, и вы с ним поработать как можете, а, значит, привлечь на свою сторону, ну, табличку при, это, нет, могут побить прохожие, если без таблички, ну, взялся, загребут, это уже надо рисковать, и шею тоже, могут по шее задавать, то есть, надо срезать несколько скелетных веток, но это же сопримечательность, после этого, на второй год, даже осенью этого года, у вас уже будут метровые вертикальные волчки, их можно перебзять, сейчас бесполезно, дерево старое, ну, не старое, взрослое, вот, их можно эти волчки отрезать и перенести на молодые подвои, это одно направление, и второе, привить прямо его, эти волчки, которые вырезут, взять их и привить, и тогда оно, когда, примерно, на второй, третий год зацветет, а это будут два, три других сорта, и тогда зацветет основное дерево, еще окажется действительно уже культурным, потому что у него получается, уже к дворняге присобачили это, культурных сук, то есть, наоборот, поняли, да, в конуру к дворняге, пригнали, там, вот этих породистых сук, собак, вот, ну, а мы же говорим о аллегории, но смотрите, в данном случае, дворняга огромная, это как к слону, знаете, подсадили моську, я бы вот такую аллегорию больше привел, к слону какому-то, среднеиндийскому, привезли, какого-то там, маленькую дворняжку, сибирскую, вот, или, которую, или, ну, просто по размеру, и тут имеется не в виду, их культура, так, размер-то, я и говорю, несколько скелетных веток надо отрезать, уменьшить размер, иначе не выбросит побеги, нет, нет, я не, я, как, знаете, портить это дерево, оно, а, вот, я бы не стал ему обрезку делать, ну, тогда попробуйте на нем найти, хотя бы, небольшие, ну, пусть карандаш, когда-то же персик, который сейчас завоевывает весь мир, мой персик, хасанский, я же начинал с этого самого, вот с такого черенка, вот я показываю шариковую ручку, вот с такого черенка я начинал, найдите на нем, и перебивайте тогда уже это, чтобы его не трогать, тогда это в следующем поколении уже на этих, на подвоях уже на других, однолетних, у вас найдутся они, нет, нет? Конечно. Ну, а вдруг чудо, а вдруг, там, деревья, с виду-то не похоже, вот что обидно, с виду-то не похоже, что на нем есть скелетные ветки, ой, не скелетные, а ростовые. Есть, есть, Валерий Козырьевич, я же нарезал, вот у вас есть фотография, это от нарезанной ветки, а, ну, это значит, что мне надо уже вам дела сдавать, я успел поглядеть и забыть, тогда все, продолжайте это дело, а дерево не трогайте. Понял вас, хорошо. По виду они полукультурные, у них есть и немножко благородство, но тут и цвет дерева роль играет, вот, то есть чем светлее, тем дичее, есть такое общее понятие. Но Средняя Азия, это совсем другой регион, возможно, у вас все получится. Вот, был бы я моложе, я бы сказал, половину этого веника, будьте добры, пришлите мне. Мы бы тогда линию Среднеазианскую начали прозвивать параллельно. Может, у себя вот кто-то увидит, из Новокузнечан, увидит кто-то этот фильм, может быть, скажет, я хочу, понимаете? Да уже есть, Валерий Конояс, есть уже. Тем более. Есть уже желающие. Тем более, тем более. Ну, конечно, дерево трогать, такое символ, ради того, чтобы перепривить его. Угу. Да, конечно же. Вот это молодежь, ветки на старом дереве, молодые, не хотят расти, пока старика не искалечишь. Посолны, несколько лет. Понимаю, да. Был такой опыт. На большое дерево, нижнюю ветку, пытаешься привить, хоть она и вертикальная, поведка не идет. А не потому, что в основном, плодовые. На взрослом дереве, как правило, плод. Я еще не знаю, как вы делитесь это нарезать. Так, вы знаете, через одну минуту закончится запись, у меня она дальше не рассчитана. Все, заканчиваем, Валерика Затинченко. А, ну мне все равно разговор понравился, надо чаще разговаривать. Это же, чеха. Ну, пусть не, ну, шотним хотя бы это будет интересно. В каждом городе есть свои достопримечательности. В каждом. это называется дерьма-конфетка. Интересно. Интересно, есть возможность что-то придумать, мечтать о чем-то необычном. Да, если бы они мечтали, у нас бы не было садов. А то, что это, белили, это опять глупость необыкновенная. Это я к администрации города. Когда прекратят это херрее заниматься? Когда уберут эти, эти, когда уберут эти шины или как их покрышки долбанные, вот, которые всадят на верную смерть? Надо повышать грамотность. со странами. Вы знаете, Киев только потому власть сменилась, что сразу тут же со скверов натащили тысячи покрышек, подожгли, вот, защитились от этого самого, от спецназа и в результате еще и город поменял власть. До сих пор аукрая, кровь льется. Вот убрать бы покрышки со всех городов, чтобы не повторилось еще и у нас такое. Ну, опыта видели, штабеля покрышек горели в центре Киева. Да, видел. Я бы сейчас дал команду по всей стране. Убрать черта. Они бредны, они опасны деревьям. Там внутри, когда садят дерево, там все гниет. Все, Антон Валерьевич, отключается сам этот. Все. пока. Спасибо за разговор. Я сам не ожидал, что получится интересный разговор. Ага. Ну, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok